эх весна красота все цветет колосится и чирикает но как говорила у меня матушка пришла беда открывая ворота ну и конечно по закону подлости по закону жанра беда приключилась с моей любимицей с газонокосилкой НТД наступила весна пришла пора первого покоса я радостно достаю машину она у меня подготовлена с осени то есть все прочищено промыто как бы продута все полностью готово ну и думаю что сейчас я задам жару этой траве начинаю заводить нет очень тяжело проворачивается стартер очень тяжело просто непривычно тяжело вот и машина ни в какую не хочет заводиться ну что проверяю масло как полагается вижу что уровень масла низковат немного удивило меня ну что достал бутылку удалил масло потому что у машины стоит датчик на низкий уровень вот и при каких-то перекосах то есть когда на больших неровностях вот либо когда масла не хватает машина глохнет удалил масло нет результат тот же самый очень тяжело проворачиваю стартер и машина не хочет заводиться достаю свечу выворачиваю думаешь мало ли что смотрю свеча почему-то у меня маслом вся забрызгана ну промыл прочистил прокалил на огне думаю часто все будет безупречно закручиваю свечу подсоединяю провод завожу тот же самый результат ни в какую не хочет машина в этом сезоне работать но уже не знаю что начинаешь последние фильтр воздушный смотреть ну что его смотреть я его осенью весь прочищал продувал то есть все там хорошо должно быть открываем крышку и с ужасом вижу что у меня здесь вот эта вся емкость где стоит фильтр и сам фильтр все в масле тихий ужас откуда что ну вот достал фильтр и вот он какой видите полная деформация и он пропитался он же бумажный он весь пропитан маслом то есть конечно фильтр погиб надо искать новый начал все анализировать как это могло произойти откуда масло в воздушном фильтре появилась но причина может быть только одна это неправильное положение машины то есть какое-то перевернутая но она хранится у меня в горизонтальном в таком же положении в доме в теплом доме всю зиму то есть выносим и заносим мы ее вдвоем аккуратно не переворачивая единственный вариант остается это мое осеннее техническое обслуживание ее всегда я ее поворачиваю только на правую сторону при обслуживании когда ты надо ее там всю деку изнутри вычистить вымыть то есть ее приходится переворачивать я всегда ее переворачивал на правую сторону что у меня было в голове на тот момент прошлой осенью почему я ее повернул на левую сторону в сторону карбюратора сейчас уже конечно вспомнить не могу но это единственный вариант как это могло произойти видимо чем-то у меня была голова сильно занята вот и я все делал уже машинально и просто повернул ее не на ту сторону и масло все вытекло вот туда то есть полный пипец и так позвонил я своему знакомому механику который обслуживает бензотехнику профессиональную и занимается и ремонтом все он мне объяснил всю последовательность операции какие надо произвести но поскольку там задействован компрессор а у меня его на даче нет поэтому я погрузил машинку и повез к нему мастерскую там и все это разобрали капитально промыли бензином продули компрессором все значит удалили остатки все масла какие там были собрали обратно предварительно собрали то есть не подсоединяя воздуховод просто карбюратор присоединили к нему бензопровод подсоединили все завели машину машина просралась как говорят народе капитально дымила капитально просто дым вся мастерская выбежала на улицу потому что где-то минут две шел дым ужасный но потом он быстренько сошел на нет и пошел чистый абсолютно выхлоп и машина работала хорошо ровно радости моей не было предела осталось только все собрать окончательно то есть подсоединить воздуховод который от воздушного фильтра идет вот и подсоединить все тяги и все с удовольствием ехать домой косить траву но беда затаилась и ждала меня совершенно неожиданном месте как говорят пришла беда откуда не ждали начав сборку всю окончательную у меня произошел несчастный случай с карбюратором ну и вот что получилось вот эти два крепежных болта которые держат которые крепят карбюратор непосредственно к двигателю то есть я их вторично установив карбюратор уже когда после проверки после промывки прочистки продувки после всего вторично я его устанавливаю сюда вот воздуховод от воздушного фильтра идет и это все вместе вот этими болтами насквозь прижимается значит я установил затягиваю первый болт все затянул до упора как бы он уперся все хватит начинаем затягивать второй болт подтягиваю подтягиваю он почему-то идет с небольшой натяжкой но он как бы идет то есть я осторожно доворачиваю дальше и вдруг щелчок начинаю осматривать все и вижу что ухо у карбюратора силуминовое оно отломилось твою мать ну и вот что получили в итоге вот наш карбюратор сборе полностью снят и мы видим значит у него два фланца вот задний который прижимается непосредственно к двигателю и вот передний которому прижимается воздуховод от воздушного фильтра то есть они насквозь вот одним болтом протягиваются и прижимаются уже к двигателю и вот видно здесь ухо целое здесь обломилась по какой причине обломилась ну остается только гадать я огромного усилия естественно не прилагал потому что понимаю что нужно все делать аккуратно тем более смотрите толщина фланца это где-то миллиметров 7 то есть тут мне нужно было постараться его отломить маленькой трещоточкой ручной то есть здесь болт уперся все достаточно здесь я точно также все это делал такое же усилие прикладывалось но он шел 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 то есть я подозреваю что все-таки была какая-то микротрещина изначально потому что ну поверьте отломить вот такое вот ухо как бы целое достаточно проблемно будет но тем не менее факт остается фактом вот что мы получили в результате то есть получили проблему проблему не маленькая как оказалось со сломанным ухом машина работает очень плохо неровно с перебоями и глохнет то есть очевидно что здесь с этой стороны прижимного усилия недостаточно и где-то происходит вот здесь между этим задним фланцем и непосредственно уже двигателем подсос воздуха происходит и уже машина работает очень плохо то есть нужно как-то решать проблему ну первое естественно ты лезешь в интернет начинаешь смотреть оказалось все что связано с кавасаки большая проблема у нас то есть брикстратан хонда там любые китайские тут вопросов нет все запчасти все детальки все возможно с кавасаки трубодела то есть те кто занимается всей этой бытовой садовой техникой сразу в отказку идут что мы такого первый раз слышим что такие двигатели кавасаки ставятся значит позвонил фирму которая занимается мотоциклами кавасаки те конечно тоже в отказку что с бытовой этой техникой мы не связаны только мотоцикл у нас короче говоря в мтд непосредственно представительство звоню они тоже плечами разводят как бы ну вот можем дать вам несколько сервисных центров позвоните туда может быть они мы поставкой запчастей не занимаемся только непосредственно технику обзвонил все центры все однозначно нет 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 и только один московский центр сказал можем помочь но срок от месяца и второе цена карбюратора семь с половиной косарей плюс прокладочки соответственно надо новые потому что те уже вторично не используются значит здесь две прокладки идет с передней стороны и прокладочки набегают плюс пересылка короче там под девятку это все дело тянет твою мать приехали ну что остается искать либо кулибина какого-то либо самому что-то колхозить с кулибинами тоже обзвонил никто не берется что и как ну то есть понятно это работа небольшая а проблема большая какие варианты то есть рассматривались ну первое что приходит в голову наварить здесь силумин просверлить новое отверстие как бы но тут приходится еще шлифовать вот эту плоскостью за как сказать заподлицо все чтобы было плоскость нужно выдержать иначе тоже будет не герметичность прилегания проблема опять возникнет с работой двигателя ну то есть никто не хочет браться и нет возможности и прочие всякие отговорки нет получается значит на кулибина надежды нет значит будем колхозить что-то сами варианты конечно какие-то в голове уже начинают крутиться но до осуществления их нужно все капитально продумать чтобы не завалить всю оставшуюся конструкцию не испортить и с другой стороны чтобы обеспечить работоспособность машины короче вот так ребята попал я как говорят беда не приходит одна сначала я все завалил маслом а потом еще и карбюратор завалил но что делать будем решать эту проблему ну и вот что получилось у меня в итоге день раздумий всяких эскизов решений и где-то два часа у меня ушло непосредственно на работу на исполнение но это с ошибками со всеми с пробами и так решение принято такое значит по совету моего этого знакомого механика он сказал что у хондовских двигателей между карбюратором и воздуховодом еще устанавливается усиливающая стальная пластина собственно говоря которая и предотвращает вот такое вот вот такие случаи несчастные поэтому как бы я по этому пути и пошел были варианты еще значит установить шпильку и здесь значит этот фланец здесь гайка прижать а воздуховод уже прижать второй гайкой вот но для гайки здесь нужно будет вот эти все ребра не пришлось бы удалять то есть ослаблять конструкцию ну и чем бы это дело кончилось я не знаю то есть я конечно прислушался к совету и пошел поэтому уже проверенному honda варианту значит вот изладил я вот такую вот прокладку ну просьба строго не судить потому что это все-таки делается не в заводских условиях не в условиях цеха какого-то их оснащенной мастерской это делается вот в гараже на даче минимальными средствами инструментами какие я имею но тем не менее значит вот я сделал вот такую вот она у меня повторяет отверстия все совпадают вот такая пластина из чего ее делать тоже варианты были из черного металла который у меня тут на даче валяется от стран еще остались от стройки всякие листы обрезки листов но это мягкий материал а поскольку он тонкий то скорее всего что он будет вот в этом месте и гнуться то есть это ухо меня будет отгибаться просто и эффекты я не получу поэтому взять какую-то где-то хорошую сталь небольшой кусок ну где не знаю где пришла такая мысль вот у меня валялся отработанный диск по бетону по камню которым собственно я вот резались подпорные стенки тротуарная плитка подрезалась но он изработался уже и все я его выбросил но выбросил недалеко что хорошо поэтому я его взял посмотрел у него очень хорошая как бы плоскость ровная во вторых сталь здесь существенно отличается от той стали который из которой там эти двери сварены и прочее то есть она более прочная более жесткая поэтому я решил что надо сделать из нее попробовать первое что на что я наскочил то есть я хотел вырезать кусок из этого диска и потом его уже там в тисочках аккуратно обрабатывать но ребята не зайти вот болгаркой зайти отсюда не за невозможно потому что здесь же все таки алмазное напыление вот на этих зубях и мой диск на болгарке он просто в пыль превращался то есть вот все мои усилия видите тут несколько миллиметров я что-то прорезал даже не насквозь а так чуть-чуть ну то есть эту затею бросил и пришлось вырезать вот так опасно конечно потому что это вероятность трещиного удара большая когда ты пройдешь насквозь то может произойти но тем не менее как бы руки помнят еще и вот я такой вырезал вот эту заготовочку из которой уже изготовил вот эту самую детальку дополнительно еще ее на нулевке на шкурочке прошел чтобы какие-то заусеночки или еще остатки краски вот от диска как бы все убрать в общем вот такая деталька изготовил также вот сделал еще прокладочки две вырубил это мне тот же самый механик знакомый дал эту бумагу какая-то специальная бумага из которой прокладки изготавливают кустарно то есть я тоже самое по форме сюда изготовил прокладочки две ну и сейчас попробуем это все собрать к чему привели все мои старания мучения посмотрим очень хотелось бы чтобы это все получилось чтобы мне не пришлось заказывать за 9 рублей ну и вот этот карбюратор и итак приступаем сборки ну вот ребята все сборка закончена вот видно мой карбюратор стоит видим металлическая пластина моя прокладка вот видно там желтая торчит это у нас бумажная прокладочка ну и вот еще видно чуть-чуть вылез герметик красный но это специальный купил в автомобильном магазине зашел масло бензостойки термостойки для ремонта карбюраторов там и прочих деталей автомобильных в общем вот пришлось еще здесь чуть-чуть подмазать в общем вот все собрано естественно что я это уже пробовал без подсоединения воздуховода просто один карбюратор подсоединил приезжал этой пластиной посмотрел как она справится со своими задачами чтобы приезжать как следует карбюратор в двигателю в общем приезжал все вроде бы машина работает поэтому сейчас уже собрал окончательно подсоединил вот это все прокладочку поставил эту бумажную все сейчас будем производить пробный запуск посмотрим чем мои мучения все закончились или они будут продолжаться ну блин ветрища сегодня очень ветрено но ждать кого изменение погоды уже просто терпелки никакой нет и так две недели я ждал когда мне фильтр придет вот наконец-то нашел новый фильтр поэтому ждать я я больше не могу и не хочу приступим к испытаниям это наша параллоновая прокладочка да так 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 Чуть-чуть потолще фильтр Крышка свободно не ложится Ну я думаю, что это не будет помеха никакой Сейчас заправим бензинчиком Потому что я сливал его Перед всеми этими манипуляциями Поэтому бак пустой Для испытаний, я думаю, хватит Полный я не буду заливать Мало ли еще, что как пойдет Поэтому все, приступаем к запуску Ребята Момент истины Наступил Либо пан, либо пропал Если не получится, то просто дальше уже не знаю, что делать Придется сдаваться И покупать за девятку Новый карбюратор Надеемся Все Держим кулаки Начинаем Продолжение следует... Продолжение следует... Есть контакт Есть контакт Ребята Второй раз пробуем Посмотрим, что у нас со второго раза получится И так в полный рост Ну, голуба, давай Давай, голубочка У тебя все получится И у меня тоже Продолжение следует... Боюсь сглазить Но вроде бы Пу-пу-пу-пу Все нормально Выхлоп идет чистый Вообще Капитально чистый И карбюратор Нигде ничего не подтекает Ни один и капельки Нигде ничего Тьфу-тьфу-тьфу Еще раз Но сейчас остается только испытать Непосредственно в деле На поляне А то у нас Трава Колосится Просто жуть В общем, поехал я на поляну Пробовать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зашибись Все классно Все Фу-фу-фу-фу-фу Где дерево Постучать Ну и тут не мешает Для профилактики В общем Машина работает Работает хорошо Вроде бы Ровно Без перебоев Двигатель работает Не знаю Насколько долго Это все прослужит Но надеюсь что отслужит вроде бы там как бы сказать все на совесть все сделали ну и конечно спасибо заводскому другу на училках ходят как сдают это я маленечко высоцкого процитировал то есть спасибо моему знакомому который мне помог в этой ситуации там подсказал что и как делать с промывками с продувками с прочистками с настройками последующими он мне капитально помог сам бы я этого не сделал потому что не в курсах я но с другой стороны моя заслуга тоже немаленькая я считаю в этой ситуации такую прокладку металлическую изготовил даже 3 еще 2 бумажных было рякоторим и все сейчас хорошо плотно прижато без всяких подсосов в общем все работает поэтому что хочу сказать ну наверное не бывает безвыходной ситуации то есть нужно просто приложить голову и руки и все получится поэтому ребята всем удачи на даче не сдаемся пока ну и небольшой пасскриптум моему ролику о многострадальной газонокосилки хоть она у меня сейчас и с протезиком так сказать инвалидочка но тем не менее вот сегодня 2 какой сегодня 12 июня 2020 года как бы у страны праздник у меня праздник первого покоса с которым машина справилась просто на ура великолепно безупречно вот показываю поляну вот вы видите какая была трава потому что все было запущено это первый покос у меня в этом сезоне первый я уже докладывал что машину покалечил и она у меня не работала поэтому вот она с этой травой справилась ну просто на ура не скажу что играючи но абсолютно уверенно и надежно то есть она обработала все мои поляны они сейчас сильно преобразились совсем другой вид становится и я еще раз убедился в правильности своего выбора ни разу я не пожалел об этом а после этой всей ситуации она себя показала ну просто бойцом и абсолютным молодцом поэтому если у вас еще только стоит вопрос выбора газонокосилки то могу вот абсолютно уверенно и однозначно рекомендовать берите никогда не пожалеете как и я все всем большой привет с праздником и всем удачи на даче еще раз пока